Зелёный финал Зелёный финансов 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 в плане зеленых финансов? Мы видим, по крайней мере, большой интерес от зарубежных инвесторов. С ними работает и наш бизнес-девелопмент департамент, и биржа. То есть очень много иностранных инвесторов на самом деле заинтересованы в финансировании проектов в Казахстане. И в том числе в регионе через нашу биржу. Кроме того, мы видим интерес со стороны эмитентов потенциальных, то есть держатели зеленых проектов, разработчики или держатели идей зеленых проектов, они обращаются в первую очередь в центры зеленых финансов, где мы проводим консультативную небольшую беседу, оказываем первую помощь так называемую. То есть рассказываем, какие инструменты у нас доступны на бирже, чем мы можем помочь, а также о нашей финансовой поддержке тоже для них. Спасибо большое, Асель. Шнар, у меня к вам вопрос. Говорят, зеленые финансы, исламские финансы. У людей это на слуху, но мало кто, кто не интересуется или далек от этой сферы, мало кому знакомо, что это такое. Вот под зелеными финансами что подразумевается? Это какие-то бумаги или это какие-то проекты? Их можно ли потрогать, пощупать? Что это можете рассказать? И ассортимент, наверное, продуктов, инструментов, которые относятся так или иначе к зеленым финансам. Да, конечно, совершенно верно отметили, что данные зеленые инструменты, они на слуху у всех, но зачастую никто, в принципе, детально не понимает, о чем это. На самом деле зеленые финансы, зеленое финансирование – это инвестиции, которые идут на зеленые проекты. То есть на проекты, которые имеют непосредственно положительный эффект на экологию страны. А зеленые, получается, инструменты, они могут быть разными. Допустим, в мире есть такие инструменты, прежде всего, это зеленые облигации, наиболее популярный инструмент. Также существуют зеленые кредиты, также существуют льготы на торговлю. Зеленые страхования, да. Квоты на торговлю выбросами СО2. Да, торговлю выбросами СО2. Все это продукты являются линейкой именно зеленого финансирования. В Казахстане мы сейчас делаем акцент именно на зеленые облигации. Почему? Потому что мы хотим все-таки быть в мировом тренде. И, в принципе, МФЦА создал всю необходимую инфраструктуру. Мы создали биржу, как Аселя уже отметила. Приняли правила по выпуску зеленых облигаций. И, в принципе, уже создан Центр зеленых финансов, который оказывает полную всестороннюю поддержку зеленым проектам, имитентам, в том числе. Это какая-то компания приходит к вам, допустим, да? И вы консультируете первые его шаги, если он инвестор или бизнесмен, или компания целая, хочет открыть отдельную линию, отдельный бизнес, да? Отдельно от общего. И что он должен делать? Алгоритм его действий хочет выпустить зеленые эти облигации. Как он это должен делать? Где-то там, не знаю, регистрировать это? Кто контролирует, регулирует выпуск этих бумаг и так далее? Да, на самом деле это целый процесс. И мы оказываем тут консультационную поддержку. Прежде всего, имитенты должны обратиться к нам. И мы должны определить, насколько их проект, он зеленый, подпадает под наши стандарты, да? Мы это как бы делаем в соответствии именно с правилами выпуска зеленых облигаций, которые были приняты совместно с биржей МФЦА. Далее мы, после того, как мы подтверждаем, что он подходит по всем критериям, мы начинаем связывать их с нашими коллегами с биржей МФЦА, поскольку у них есть тоже свои определенные регламенты и правила. Это, допустим, им необходимо подготовить необходимую финансовую отчетность, да? Там три года, чтобы она соответствовала всем стандартам. Вот. И далее, если, допустим, у имитента нет инвестора, да, мы также можем оказать какую-то поддержку в этом вопросе. То есть у нас есть тоже такая база потенциальных инвесторов, которые могут быть заинтересованы в их проектах, и мы можем тоже предварительно связать с ними. То есть мы можем полностью со всех сторон подготовить имитента к выпуску и уже передать нашим коллегам на бирже, и дальше уже произойдет именно этот технический процесс по выпуску зеленых облигаций. В дополнение к сказанному Шнар хотел серьезно спросить, есть ли какие-то лимиты по компаниям, которые хотят выпустить зеленые облигации, бумаги? Это должен быть МСБ или это крупный бизнес. В штате должны иметь 50 человек, 100 человек. Годовой оборот должен начинаться от 100 миллионов или с миллиарда тенге. Какие-то есть определенные критерии, которые имеют право выпускать? Да, мы постарались сделать наиболее простые условия для выпуска зеленых облигаций. У нас имеется только три обязательных условия. Это трехлетняя аудированная финансовая отчетность. Один из годов должен быть прибыльный, желательно последний. Минимальный выпуск облигаций должен составить 500 тысяч долларов в эквиваленте. Но обычно по опыту к нам обращаются проекты с большей стоимостью, все-таки начиная от 30 миллионов и так далее. То есть эмитент сам понимает, что те затраты, которые он понесет на выпуск, лучше их иметь при большом выпуске, чем нежели мы выпустим на 500 тысяч, допустим, и у нас затраты будут соответственные. Такие же, как если бы мы выпустили на 500 миллионов. По поводу годового оборота этого требования нет. То есть тоже упрощение здесь идет. Также хотела добавить, что у нас проекты могут реализовываться в основных, по-моему, 7 секторах экономики. То есть это возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, переработка отходов, устойчивое использование земли, воды, умное освещение, чистый транспорт, сохранение экосистемы и так далее. В принципе, все вот эти секторы экономики, которые я перечислила, они коррелируются 100% с концепцией по переходу казахстана к зеленой экономике, которая была принята в 2013 году. И, в принципе, эмитенты у нас все совпадают, подпадают под эти проекты и готовы к выпуску. У нас нет ограничений по юридической форме лица. То есть это может быть АО, ТО, это может быть и малосредний бизнес, и крупные компании, то есть здесь ограничений никаких нет. Главное, чтобы у них был более-менее подготовленный проект, чтобы, когда мы общаемся с инвесторами, мы могли кое-что показать, то есть картину инвестору, некий бизнес-план или так называемый тизер мы просим всегда приготовить с основными финансовыми показателями этого проекта. Нужно учитывать, что проект должен быть инвестиционно прибыльный, возвратный проект, потому что все-таки облигация – это займ, это тоже долговой инструмент, и долг нужно будет отдавать. Асилий, смотрите, если у бизнеса или инвестора, вот он стоит перед дилеммой, у него перед ним три инструмента, зеленые финансы, акции, допустим, он хочет выпустить, или еще какой-то проект, почему он должен выбрать именно зеленые финансы, есть ли для него какой-то интерес в плане вот в европейских странах или в тех странах, где зеленые финансирования уже воздвигнуты вот в такой вот, в ранг уже как полноценный и существенно достойный как бы инструмент финансирования, там, допустим, на законодательном уровне эти предприниматели, бизнесмены, компании, имеют какую-то там льготу в плане там налоговых каких-то преференций, если он именно выпускает вот зеленые облигации. Может быть, в других моментах он от государства получает какую-то там ту или иную поддержку. В Казахстане с этим как обстоят дела, чтобы вот стимулировать бизнес идти в зеленые финансы. Ну, если, например, сравнить два инструмента, такие как облигации и кредитование, то здесь мы думаем, что облигации сейчас это такой вызывает интерес у заемщика потенциального, так как облигации не требуют залога, у вас есть возможность расширить потенциальную базу инвесторов, то есть это не будет только банк, который ставит все лимиты и ограничения, это будут инвесторы, с которыми вы работаете, можно как бы на договорной основе, то есть это все проговаривается, допустим, купонная ставка, то есть процент, да, который нужно будет возвращать эмитенту, срок обращения облигации, это все обговаривается, это все прописывается эмитентом, то есть насколько эмитент считает, что его проект, допустим, будет реализован в таких-то рамках. Поэтому здесь определенные преимущества имеются в сторону облигаций, нежели тривиального кредитования. Мы также наблюдали интерес после недавнешних встреч с потенциальными инвесторами, эмитентами. То есть они обращаются именно к нам, потому что не получается в какой-то той или иной мере взять кредит у банка. И в основном это, допустим, у банков тоже есть свои какие-то лимиты. Если проект достаточно большой, то у них может и не хватить финансирования для этого проекта. Если мы говорим о сравнивать облигации и акции, то это два совершенно разных инструмента. При облигациях у заемщика остается полностью ведение, компания в его ведении 100%, то есть он оставляет собственность компании у себя. Он продает только долг. Акции как-то это другой инструмент, где вы продаете долю компании. Очень часто пользуется спросом. Ну и такая вот финансовая структура, как, допустим, проект состоит из 30% акций и 70% займа. Но это вот новые проекты, допустим, да, специальные проектные компании, которые создаются под определенный проект, они вот предпочитают в таком соотношении как бы привлекать инвестиции. И в принципе инвесторы тоже в этом заинтересованы. У меня как к вам, как к человеку, который непосредственно занимается и работает с инвесторами и ведет их от начала до конца. Получается вот со слов Асель, что это для бизнеса дополнительный источник фондирования. Ему, допустим, выгодно ли этим заниматься сейчас? Может быть ему выгоднее пойти в банк и взять там кредитную линию, и это будет ему дешевле, нежели выпускать облигации и так далее. Я имею в виду, каждый бизнес, каждый инвестор, он считает деньги, накладные расходы и условия, да, исходя из этого и принимает какое-то решение. Вот на ваш взгляд, зеленый финансовый выпуск облигаций, если рассматривать как дополнительный или альтернативный источник фондирования для бизнеса, насколько он выгоден тому инвестору, который этим захочет заниматься? Поняла ваш вопрос. Как уже Асель отметила, это очень гибкий инструмент. На самом деле Казахстане, он только зарождается, и мы принимаем в этом участие, да, знакомим нашу публику именно с этим инструментом, и он очень гибкий. Как прежде всего, вы отмечались, не требуется залога, да, в отличие от, допустим, кредита. Вот, в этом плане, я думаю, что облигация, она выигрывает в сравнении, допустим, с кредитом. Во-вторых, как Асель тоже отмечала, что для бизнесменов, да, вот, будет наиболее выгодно, это когда проект, он очень, таких, в больших размерах, то есть облигацию, выпуск облигаций делается на больших размерах, то там будет выигрыша больше, как и на комиссиях, ну и на других расходах. И в-третьих, я думаю, что это будет больше всего, знаете, такой имиджевый какой-то, как вам сказать, эффект для имитента, поскольку у нас в Казахстане выпуска облигаций еще не было. И, допустим, на самом деле сейчас идет битва, вот, как на муниципальном уровне, и вообще на частном, тоже станет первым имитентом, поэтому, я думаю, это будет, ну, такой большой резонанс, и это только в плюсы в каждой стране. Ашнар, а вот кроме того, что он станет, там, пионером в этой области, этот бизнес, есть ли другие какие-то, ну, не знаю, какая-то помощь, что ли, поддержка, которую он может, или бенефиты, или бонусы какие-то, какие он может получить помимо, вот, у него будет статус пионера в области зеленых финансов в Казахстане? Ну, допустим, именно если с финансовой точки рассматривать, да, как центр уже отмечался, он ведет полную бесплатную консультационную поддержку, то есть, ну, это, я думаю, что очень хорошо, да. Во-вторых, допустим, там именно на той стадии, где необходимо подтвердить зеленость проекта, требуется документ определенный, да, допустим, Центр зеленых финансов предоставляет такую услугу, как предоставление именно, external review, это называется, внешний обзор. Более того, он не просто его предоставляет, он готов компенсировать расходы на выпуски, на данные услуги. Поэтому мы здесь стараемся, как бы, всесторонне его финансы поддержать. Вот я хотел дополнительно вопрос задать, кто более может развернуто дать ответ, или может дополнить друг друга. Вот именно по мониторингу, да, анализу, что вот эти облигации или эти финансы, они именно зеленые. Как это вы делаете технически? Можете объяснить? Да. Давайте начнем с Шнара, а потом Асиль дополню. На самом деле, да, у нас есть требования, как бы, на разных стадиях, да, допустим, до выпуска зеленых облигаций мы проверяем на зеленость, а также именно после того, как произошел выпуск зеленой облигации, дальше ежегодно компания должна отчитываться. Это называется post issuance, такой репорт, который подтверждает о том, что компания, точнее, должна подтверждать о том, что она действительно целевое, как бы, исполняет целевое использование выданных средств, да, и также, допустим, какие-то, если там в последующие годы вышли выгоды, то она также их инвестирует дальнейшими именно на зеленость данного проекта. То есть как вы выезжаете на предприятие, если, допустим, какой-нибудь недропользователь, он заведомо, получается, он наносит какой-то ущерб окружающей среде, или там какой-нибудь завод, который занимается переработкой чего-то, он выбрасывает в атмосферу какие-то там вредные вещества, и он захотел заняться, выпустить зеленые облигации, он приходит к вам, вы едете, выезжаете на предприятие, проверяете, или как это происходит, удаленно там, или затребуете у них документы. Я, наверное, ответил, да. Ну, прежде всего, надо сказать, что внешний обзор, о котором Шнар говорил, external review для зеленой облигации, он может проводиться в четырех формах. Вот одна из них – независимое мнение эксперта, вторая – это верификация, третья – это сертификация и четвертая – рейтинг. Все эти разные формы, они предоставляются различными, соответственно, компаниями и консультантами. Если мы говорим о независимом мнении, то есть second opinion, оно проводится удаленно, компания-эмитент предоставляет документы, запрашиваемые консультантами, соответственно. Это, на самом деле, небольшой список документов, не такое сильное погружение в финансовую составляющую компании, допустим. И second opinion, то есть независимое мнение, оно дается на проект, то есть консультанты посмотрели все документы проекта и считают, что этот проект действительно зеленый, он реализуется, будет реализован в такой-то области, привлечет такое, допустим, снижение CO2 выбросов, углекислого газа там, вредных выбросов в атмосферу и так далее. Если мы говорим о верификации, это более такой сложный этап внешнего обзора, он реализуется такими консалтинговыми компаниями, как BigFone, например, Ernst & Young, KPMG, PwC и так далее. А также есть список утвержденных верификаторов, так называемых, в организации, которые находятся в Лондоне, Climate Bonds Initiative, это международная некоммерческая организация, которая как раз-таки занимается формированием базы данных зеленых облигаций по всему миру. Вот верификаторы, то есть они же аудиторы, можно так сказать, они занимаются уже непосредственным выездом на проект, то есть на место проекта они запрашивают какие-то финансовые показатели компании, аудированную отчетность и так далее. То есть здесь идет более такой усиленный обзор и анализ документов компании. Если мы говорим о сертификации, это третий этап уже. Сертификация предоставляется Climate Bonds Initiative, вот этой международной организации, на верификацию, верификатор. Ну, как бы, я понимаю, масло масляное, но все равно предоставляется. То есть отчет верификатора, он заверяется, Climate Bonds Initiative, и то есть действительно инвестор 100% может быть уверен в том, что его облигации зеленые полностью соответствуют и финансовым характеристикам, и экологическим характеристикам заявленным. И рейтинг, четвертый тип внешнего обзора. Рейтинг дается также рейтинговыми компаниями, которые мы все знаем. Это Standard & Poor's, допустим, это Raix, но не все, конечно, рейтинговые компании предоставляют рейтинг, но есть некоторые, которые специализируются в этом. И, соответственно, я бы хотела сказать, вот в той очередности, в которой я называла эти типы внешних обзоров, возрастает уровень доверия инвестора. То есть несколько ступеней получается? Несколько ступеней, но эмитент, он может предоставить только одну из этих форм. То есть у нас на бирже в правилах указано, что мы принимаем одну из этих форм, всех четырех. Мы не стали как-то, знаете, усугублять жизнь эмитента, потому что все еще это рынок новый для нас. Мы не ставим никаких лимитов, препонов. То есть давайте запустим это, дальше уже посмотрим, как это будет. Вот допуск Second Opinion, то есть консультантов, которые обеспечивают независимый обзор, это позволяет нам создать еще одну такую нишу рынок верификаторов, местных верификаторов в Казахстане. То есть такой рынок, он был создан в Китае, очень хорошо развит, потому что, ну Китай мы сами знаем, он двигатель во всем, зеленых облигаций в том числе. И поэтому в Китае уже есть свой наработанный рынок, они не обращаются, допустим, в лондонские какие-то компании, или в американские, у них есть абсолютно профессиональные такие же компании, которые предоставляют такой же отчет. Понятно. Спасибо большое, Сергей. Шнар, в начале нашей беседы Вы упомянули такой продукт зеленых финансов, как торговля квотами на выбросы СО2. Но есть киотское соглашение, есть парижское. Это получается, как это все происходит? Допустим, страна, у которой много промышленных предприятий, и у них есть там, допустим, порог какой-то, квоты выдали им, там, какая-нибудь организация, да, я вот тонкости не знаю, и они исчерпали свои квоты, они эти квоты покупают у другой страны, которая менее, ну как, экологические выбросы делает. Так это происходит? Ну, логически, я вот так подумал, может... В принципе, да, Вы процесс правильно описали. То есть существуют квоты, которые выделяются, скорее всего, на государственном уровне, да, определенным организациям, определенное количество. Допустим, как Вы сказали, если у одной компании он уже исчерпан, то, естественно, существует именно торговая площадка и рынок, где они имеют право закупить эти же квоты у других. Как бы и тем хорошо, и этим хорошо, да. И это также относится именно к инструментам зеленого финансирования, поскольку они, ну, это все-таки лимиты на выбросы СО2, да. Соответственно, это можно считать тоже как зеленый инструмент. Шнар, а вот покупать и продавать это можно только в рамках, ну, в рамках одной страны территориально? Или можно, допустим, Казахстан может у предприятий Узбекистана, там, выкупить какую-то квоту и, ну, дальше загрязнять? Есть такое? На самом деле, да, у нас сейчас торговля квотами, регулятором является Министерство экологии. Торговля квотами происходит внутри одной страны. Все страны торгуют у себя внутри, ну, за исключением Евросоюза, который торгует между своими странами. Да, на самом деле стоит такая, как бы, амбициозная задача или цель у страны открыть эти барьеры, границы государства. Но это будет зависеть не только от нас, как мы понимаем, чтобы в одну сторону это не уходило. Поэтому все страны должны решиться на этот шаг. И торговля происходит на зарегистрированных площадках. Это будут не фондовые площадки, это именно товарные биржи. То есть там, где торгуются товары. Вот почему сейчас мы рассматриваем этот инструмент? Нет, потому что у нас на нашей фондовой бирже МФЦА планируется также проработка торговли квотами на выброс в СО2. Мы сейчас этот вопрос проговариваем с Министерством экологии. Как вы знаете, торговля квотами была возобновлена с 1 января 2018 года. До этого она работала в 2013 году. И все-таки в поисках наилучших путей реализации этого инструмента сейчас продолжаются эти переговоры. Осель, всю нашу беседу, большую часть мы разговаривали о зеленых финансах со стороны имитентов, тех компаний, которые собираются выпускать или в планах, или только хотят, или думают. А если рассматривать вопрос со стороны покупателей, есть ли интерес у того же бизнесмена, который в свой портфель активов хочет еще включить зеленые финансы, эти облигации, насколько она рентабельна, какая маржинальность. В этом плане опять же говорю уже, что бизнес всегда считает деньги, и для него выгодно будет покупать зеленые грязи. И существуют ли риски, допустим, банкротства той компании, которая выпустила эти облигации. И как эти вопросы решаются центром и МФЦА в целом. Ну, со стороны имитента, если говорить, то, безусловно, интерес есть. Единственное, хотелось бы отметить, что интерес со стороны иностранных инвесторов, он все-таки больше, чем интерес со стороны местных инвесторов. У нас на самом деле предложение денег в твердой валюте превышает, нежели предложение денег в тенге. Тенговые инвесторы – это, конечно же, поддерживающие наши банки развития, ЕБРР, АБР, ЕАБР, Евразийский банк развития. Со стороны, допустим, инвестициональные инвесторы зарубежные, они также проявляют интерес к зеленым проектам, но в больших объемах. То есть у них интересы финансирования начинаются от 100 миллионов долларов и так далее и выше. Это примерно средний порог. Я думаю, что они, конечно, просчитывают свою и выгоду, и риски. То есть со стороны инвесторов у нас практически нет проблем вообще никаких, потому что они защищены правом МФЦА действующим. Если они приобретают облигации у нас на бирже, то тут действует право МФЦА, в принципе, как раз таки созданное для инвесторов, для привлечения инвесторов. Какой вопрос? Со стороны рентабельности, маржинальности, что ли, этих бумаг? Ну, конечно, мы вот когда разговариваем с держателями проектов, мы говорим, что у вас проект должен быть прибыльный. Прибыльный, но в основном, если, допустим, выделить какие-то проекты, которые прибыльные, это можно отметить проекты в возобновляемых источниках энергии. Это, допустим, строительство солнечных, ветровых электростанций и так далее, строительство, допустим, станций на биогазе, биотопливе. Это сейчас выгодные проекты в плане того, что Министерство экологии субсидирует тариф как раз таки компаниям, которые будут реализовывать этот проект. То есть они участвуют в акционе, выигрывают по определенному тарифу и с точки зрения социальной, то есть население никак не страдает от повышенного тарифа, и с точки зрения инвесторов они защищены тем, что у них проект будет всегда прибыльный. Ну и, конечно, инвесторы всегда смотрят на финансовую отчетность компании, то есть если они видят, что была прибыль в компании, то есть есть какое-то доверие. Также у нас можно предоставлять, эмитент может предоставить гарантии инвестору, то, что действительно от финансового дефолта, допустим, от еще какого-то. Он предоставляет, допустим, гарантии либо банковской, либо гарантии материнской компании, то есть инвестор здесь защищен в большей мере. А вот, Асель, смотрите, есть компания, которая выпустила вот эти зеленые облигации, и есть инвестор, он купил, тем самым он дал кредит эмитенту, ну, деньги, да, живые, получается. Теперь этот инвестор, который вложился в эти облигации, он же держит в голове, что спустя год, в зависимости от срока погашения этих облигаций, там, 3, 5, 7 лет, он вправе рассчитывать там, ну, хотя бы доходность на уровне чуть выше, может, инфляция в Казахстане, там, 6, 8, 9%. В Казахстане мы можем гарантировать примерно такую? Конечно, это все решает рынок, но в любом случае у инвестора же должен быть какой-то план, что ли, да, что он вернет... Да, по таким, по проектам ВИИ, например, да, здесь гарантированная у него, как бы, доходность. Естественно, купонная ставка, о которой вы говорите, она, в принципе, практически одинаковая с кредитной ставкой, которая включает в себя, там, инфляции, еще, там, комиссионные какие-то издержки, да, банков. Здесь тоже купонная ставка формируется таким же образом, ну, то есть инфляция плюс какая-то комиссия. Здесь единственное, что МФЦА может, как бы, посодействовать, допустим, в переговорах, да, с инвестором, чтобы комиссию, допустим, исключить, вот, для блага эмитента, да, чтобы меньше было денег платить. Здесь, да, такой вопрос. Ну, инвестор, он, как бы, со всех сторон защищен. Здесь больше, если мы говорим о казахстанских инвесторах, например, да, то тенговых, будем так говорить, не казахстанских, а тенговых инвесторов, это, конечно же, банки развития, это какие-то частные инвесторы, инвестициональные, допустим, там, компании саморуказны, возможно, пока они еще не проявили активный интерес, то есть помимо банков развития. А со стороны иностранных инвесторов здесь нужно смотреть рыночную ставку облигации, ну, если мы берем, допустим, европейские ставки, то они начинаются от 1,25, допустим, процентов, да, ну, то есть неплохие такие ставки до 3% примерно. То есть у них, как бы, возвратность хорошая, финансовая, там, отчетность компании хорошая и так далее. Здесь мы не можем сказать пример, какая ставка у нас будет в Казахстане, потому что у нас еще не было выпуска, мы пока рынок не видим. Но думаем, что возможно и на таком уровне. Хорошо, спасибо большое, Аселя. Шнар, у меня теперь вот в продолжении этой темы, да, вот у нас есть проект, ну, у вас, у центра, да, вы главный специалист, есть инвестор, который собирается купить. Дальше как они, ну, вы же их сопровождаете, получается, как теперь, чтобы, ну, случился этот момент, да, там, купля-продажа или контракт заключился, вот заключили они, как, ну, как это происходит. Вы, ну, свели их, потом выводите на биржу, и там они уже, как бы, этот выпускает бумаги, этот покупает, да, как это происходит. Но у меня, допустим, на моем уровне примерно так, мне кажется, будет. Может быть, есть какие-то тонкости, как эксперт, расскажите, пожалуйста. В принципе, да, вы, верно, тоже описали в целом, как эта картина происходит. Да, мы сопровождаем, как я уже ранее говорила, именно до уровня, до момента, где вот нужен будет выпуск именно на бирже ПЦА, сводим их с коллегами. И тут два варианта, как уже говорилось тоже ранее. Если есть, если нет потенциального инвестора, то, соответственно, эти облигации нашими сотрудниками, там, андерайтером, да, брокером, они выводятся на биржу, и затем уже, там, день продаж, они, как бы, анонсируются и происходит выпуск этих облигаций. И на рынке, там, потенциальные, кто инвесторы заинтересованы, они выкупают. Если же это второй вариант, есть заранее какой-то заинтересованный инвестор, и мы заранее их сводим, то есть там уже идет процесс переговоров, вот как Аселя тоже говорила, уговариваются ставки, да, какие-то там дополнительные условия, согласно договору, то определяются также суммы, насколько каждая сторона готова выкупить там друг друга и отдать, соответственно, заем. То, когда происходит также день выпуска этих облигаций, этот уже инвестор, он, в принципе, уже анонсирован, заранее знает, он уже будет выкупать именно эту сумму. И там же более быстро этот процесс произойдет, ну, технически. Все, понял. Спасибо большое, Ашнар, вам. Спасибо большое, Аселя, что пришли к нам на ток-шоу и рассказали о такой малоизвестной, что ли, для большинства, для массового потребителя, для людей о зеленых финансах. И я уверен, что в Казахстане со временем это все будет развиваться и по уровню зеленой финансы они станут действительно альтернативой традиционных финансовых инструментов. Уважаемые телезрители, это было ток-шоу «Харже». Мы говорили о развитии зеленых финансов в Казахстане и роли МФЦА в этом плане. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!